Павел Коньков посетил отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Открыто оно было в 2016 году на базе областной детской клинической больницы. Сюда госпитализируют малышей от 1 до 28 дней жизни. В свой вклад в борьбу с младенческой смертностью отделение уже внесло, считают медики. С начала года в регионе умер один новорожденный. Здесь в детской больнице состоялось совещание губернатора с главами всех медучреждений Ивановской области. И на повестке дня уже взрослые проблемы. Главврач из Ильинского обеспокоен. Лет через пять все маленькие больницы закроются. Причина тому – кадровый голод. Каким образом заинтересовать молодых? Поехать все-таки работать в маленькие районные центры. Там и миллион нельзя заплатить, потому что это не деревня, только в селе можно. А вот в маленьких городах – это большая проблема. Сейчас мы совместно с медицинской академией над этой проблемой работаем. Много внимания уделили финансовому состоянию медучреждений. У трех здравниц региона имеется серьезная кредиторская задолженность. В Иванове – это Куваевская больница. Многомиллионный долг там скопился из-за коммунальных расходов. План по финансовому оздоровлению для всех трех учреждений уже разработан. И понадобился он, по мнению Светланы Романчук, только потому, что главврачи неправильно планировали свои расходы. Ну, например, мы когда начинаем проверять, обнаруживаем запасы медикаментов или перевязочных средств на несколько лет вперед. Вот, ну, были такие факты. То есть, это просто неспланированные закупки и неправильно потраченные средства. Это вообще, ну, подумайте, почему в одинаковых условиях работающие больницы пять не имеют кредиторской задолженности, а одна имеет. Просто неправильно проведенная хозяйственная деятельность. В прошлом году Ивановская область лишилась 400 миллионов рублей. Федерации было принято решение направить часть средств фонда ОМС в федеральные клиники на высокотехнологические операции. Губернатор ставит задачу оказывать такую помощь внутри региона. Сегодня больные с этими операциями уезжают по входу в Москву. Поэтому главные врачи уже не первый раз передо мной этот вопрос ставят. И я думаю, что надо нам на будущий год изыскивать резервы бюджета по оценкам это около 60 миллионов рублей для того, чтобы начать эти операции делать непосредственно у нас. Кстати говоря, это одновременно улучшит и финансовое состояние наших больниц. Нехватка недополученных средств может заявить о себе в четвертом квартале текущего года. Однако губернатор считает, что время среагировать грамотно на сложившуюся ситуацию еще есть. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.